Привет, ребята! Хочу начать с личной истории. Всю прошлую неделю, это была уже шестая неделя карантина моего, я провела просто в ужасном эмоциональном состоянии, я была прямо на эмоциональном дне. Я целыми днями смотрела кино, ела мороженое, выходила иногда на свежий воздух, но в целом у меня было очень подавленное эмоциональное состояние, потому что я думаю, что я внутренне уже прошла через все стадии, я уже вроде как и приняла, и подепрессовала, и побыла продуктивной, и вроде уже там составила свой какой-то идеальный распорядок дня, который мне помогает хорошо себя чувствовать, но при всем при этом я дошла до той точки на прошлой неделе, когда я поняла, что мне очень грустно, мне очень неспокойно, мне тревожно, я вообще не знаю, что будет дальше, и вот эта нестабильность, она, конечно, очень так меня как-то подшатнула. И в то же время сейчас я уже понимаю, что мне очень нужно было через это состояние такое пройти, потому что это мне помогло полностью прочувствовать все эмоции, которые у меня скопились, и просто дать им волю, потому что невозможно всегда быть жизнерадостным. Поэтому хотела в этом видео с вами поделиться своими мыслями о том, как все-таки дальше держаться на плаву, и как подбадривать себя и вас поддержать, потому что все мы сейчас в очень таком хрупком состоянии находимся. И что самое такое неприятное, это то, что мы, скорее всего, еще долго будем в таком состоянии находиться, как минимум пока не найдется вакцина, которая будет работать, которая сможет нас всех обезопасить, и когда мы сможем все безопасно общаться друг с другом и вернуться дальше на круги своя. Я задавала вам в Инстаграме у себя вопросы о том, как вы проходите через нынешнюю ситуацию, что для вас самое сложное, и что вам помогает сейчас держаться в тонусе, и в чем вы точно видите плюсы нынешней ситуации. И хочу с вами поделиться этим, потому что очень много ребят написало просто суперклассные идеи. Но насчет того, что позитивного, конечно же, очень многие пишут, что сейчас они работают из дома, и несколько человек написало мне о том, что они тратят на 12 часов меньше в неделю на то, чтобы добраться куда-то, а в сумме это целых 2 дня ежемесячно. Это очень здорово, и, кстати, мне интересно, на что вы тратите это время сейчас вместо того, чтобы добираться. Наверное, скорее всего, вы просто спите и лучше высыпаетесь. Еще из плюсов нет шума, как в Open Space. Еда дома дешевле и часто полезнее и вкуснее. И еще одна девушка ответила, что вместе с процессом адаптации она еще и проходит через воспитание себя в чем-то. И вот это очень интересный пункт, на который я хотела бы заострить внимание, потому что я убеждена, что несмотря на то, что мы сегодня с вами, многие уже привыкли работать из дома, кто-то, наоборот, очень сильно скучает по офису, и вне зависимости от того, кто из нас в итоге вернется в офис после этого режима, все люди вернутся туда с обогащенными навыками, потому что мы очень многому сейчас учимся. Возможно, мы даже не представляем, как много мы берем от этой ситуации, в которой мы находимся, начиная от общения с людьми и заканчивая рабочими бытовыми вещами, которые мы, может быть, можем выполнять быстрее, чем мы думали, или выполнять это в какой-то другой стратегии. Помните, что вам не нужно сейчас быть максимально продуктивным, максимально эффективным, просто будьте собой, просто живите, просто делайте то, что вы можете делать без насилия над собой, и не ставьте слишком высокие требования сейчас для себя, потому что это очень сильно разрушит ваш внутренний покой, а я для себя определила, что для меня внутреннее спокойствие — это самое главное, что только может быть. И если нужно кому-то в чем-то отказать, то я буду отказывать, потому что мне важнее все-таки, чтобы я была на своей волне, которая меня будет держать на плаву. Еще я отметила, что среди сложностей и среди того, что людям кажется позитивным, очень много одинаковых пунктов. То есть, например, если кому-то нравится, что не приходится ежедневно общаться с коллегами, другим людям, наоборот, от этого очень грустно, и им не хватает физического общения. Но я прочитаю вам то, что мне очень откликнулось. Например, одна девушка мне сказала, что она учитель, и ее работа начинается в 9 утра и заканчивается в 12 ночи, и у нее очень много фотографий с работами детьми, которые надо оценивать. Я это понимаю как никто другой, потому что моя мама работает в сфере образования, и я вижу, через что проходят сегодня школы. Мы можем, конечно, иметь в виду, что Эстония — очень технически оснащенное государство, где вся электронная экосистема очень развита, но все равно есть очень много учителей, которым приходится невероятно тяжело, потому что они не были готовы к такому резкому изменению в рабочей тактике. И представьте учителей, у которых несколько классов, и в каждом классе по 20-30 человек. И все эти работы нужно проверять, и с каждым ребенком нужно как-то общаться, чтобы быть уверенным в том, что он себя хорошо чувствует, в том, что он не сбился со своего пути, с учебной программы. Через очень серьезные переживания сейчас проходят 9 классы и 12 классы, у вас это, наверное, 11 классы, потому что это ребята, которым надо сдавать экзамены. Многие старшеклассники даже не представляют, как будет выглядеть их поступление в этом году. И учителям тоже через это приходится проходить, потому что они тоже не вполне понимают, наверное, что будет с экзаменами, не во всех странах еще приняли какие-то решения по этому поводу. Не все университеты еще тоже решили, что они будут делать дальше со своими вступительными процессами. То есть мы все в одинаковом коллапсе, и очень хочется, чтобы мы все-таки оставались при этом людьми, чтобы мы друг друга поддерживали, чтобы мы понимали, что тяжело каждому, и у каждого своя степень тяжести, потому что у тех же учителей, у них все еще есть их семьи, и у них все еще есть квартиры, в которых они живут, где тоже нужно делать уборку, готовить, следить за детьми и так далее. И я уверена, что то же самое можно сказать про абсолютно любого человека, который сейчас вынужденно работает из дома, и у него прибавилось, очень сильно прибавилось работа. Но почему я хочу сказать про учителей, это потому что действительно я вижу, какая волна негатива, по крайней мере у нас в стране сейчас идет в сторону учителей, и людям очень тяжело понять, что учителя видят этих детей у себя в классах каждый день. И если родителям тяжело дома со своими детьми, то представьте, что у каждого учителя в каждом классе 30 таких детей, и они каждый день с ними сталкиваются, и они их воспитывают каждый день. И сейчас те родители, которые оказались дома на единец со своими детьми, они просто столкнулись с этой реальностью. Поэтому не забывайте, пожалуйста, про вот эту человечность, базовую человечность, и поддерживайте друг друга, и поддерживайте учителей, спрашивайте, как у них дела, и старайтесь максимально им помочь, если вы можете чем-то помочь, если вы можете объяснить вашим учителям, как пользоваться какой-то программой, которая упростит работу, или вы можете просто более добросовестно выполнять домашние задания, чтобы учителям пришлось меньше времени тратить на их проверку. То есть какие-то такие вещи, я вот очень хотела это сказать, потому что я знаю, что это проблема для всех, не только в школах, но и в университетах, и везде, конечно, свои какие-то камни преткновения. Еще из сложности это работать, когда муж уже отдыхает, или работать, когда дети могут в любой момент попасть в комнату во время зум-трансляции, да, и я не могу дать никаких советов по поводу обращения к детьми, потому что у меня нет детей, но если у вас есть какие-то классные рекомендации о том, как занять детей, или как упростить немножко жизнь вместе с детьми, жизнь и параллельную работу с детьми в одной квартире, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам помогает, и читайте, ребята, комментарии, чтобы друг у друга перенять какие-то очень приятные советы. Еще одна сложность это увеличение объема работы, пристальное внимание начальства, так как они тоже дома. И здесь, да, с одной стороны, можно понять начальство, которое впервые сталкивается с таким ритмом работы, с другой стороны, прекрасно понимаю всех подчиненных, потому что нет ничего хуже микроменеджмента, когда за каждым твоим шагом следят. Что мне лично всегда помогало на работе, это открытая коммуникация с менеджментом, и если у вас есть возможность почаще делать такие встречи один на один, one to one, то, что называется, или просто держать руку на пульсе и быть в курсе того, что происходит в компании, было бы здорово, если бы ваш менеджмент мог открыто вам писать какой-то апдейт раз в неделю, может быть, если этого не происходит, предложить вашему тим-лидеру, чтобы он раз в неделю вам делал такой краткий пересказ важных каких-то пунктов, что случилось на этой неделе, кто особенно хорошо себя проявил, над чем еще можно как-то поработать, потому что когда мы все сидим дома, мы очень быстро начинаем придумывать себе, что происходит в компании. Менеджмент начинает думать о том, что, скорее всего, все сотрудники сидят дома и занимаются какой-нибудь ерундой. Сотрудники в то же время сидят дома и думают, вообще останусь ли я на этой работе, выживет ли наша компания, и отсутствие коммуникации здесь очень сильно может испортить всю эту ситуацию и привести к большим сложностям. Поэтому, если у вас есть возможность, настроите общение таким образом, чтобы вы могли регулярно созваниваться. Я поговорила с своими друзьями в разных компаниях, и кто-то из них говорит, что у них каждый день такой стендап, то есть они встречаются в 4 часа дня, обсуждают, что они сегодня уже успели сделать за день, и что нужно будет подготовить на завтра. Почему в 4 часа дня? Потому что в Швеции обычно рабочий день заканчивается в 4 или в 5, поэтому, соответственно, вы можете адаптировать эту практику к вашей стране. Еще очень важно, чтобы общение проходило в открытой среде, то есть чтобы мнение каждого человека было выслушано и принято без агрессии, чтобы все обсуждалось, потому что если спорить или ссориться по видеокамере, это как-то будет совсем печально. И, кстати говоря про видеокамеру, старайтесь все-таки все переговоры вести именно с видео, потому что это все равно сближает хоть как-то. И важно помнить, что если у вас встреча, например, в Zoom, ни в коем случае не занимайтесь мультитаскингом, не старайтесь во время встречи проверять почту или смотреть еще что-то, или читать чужие сообщения. Представьте, что вы в офисе на встрече, что вы лицом к лицу со всеми, и все видят, что вы делаете. Мультитаскинг очень будет вас отвлекать, и еще, если вы проводите встречу, назначите во время встречи, так сказать, секретаря, который будет записывать все, что вы обсуждаете, и чтобы потом, опять же, краткий пересказ этой встречи был выслан всем участникам, чтобы вы убедились в том, что никакая информация во время встречи не потерялась, чтобы все были в курсе дел в компании. Важно помнить про правила делового общения, то есть не переходите на панибратство, не переходите на аудиосообщения в мессенджерах. Убедитесь, что все письма, которые вы пишете, или сообщения, которые вы пишете, они максимально краткие, максимально емкие и максимально точно передают мысль, которую вы хотите сказать, потому что нет ничего хуже длинных, бесформенных писем, без оформления, без четко выделенных вопросов и обозначения проблем или каких-то сложностей, которые вам нужно решать. В общем-то, цифровой этикет в этом плане никто не отменял. Еще я знаю, что многие сталкиваются с тем, что им не хватает общения с коллегами возле кулера, возле кофемашины, и опять же, было очень много людей, кто, с одной стороны, рады этому, с другой стороны, есть многие, кому не хватает этого. Я думаю, что если вам этого не хватает, старайтесь делать что-то подобное с вашими коллегами за пределами рабочих встреч. Например, встречайтесь на 5 минут пораньше в Zoom и обсуждайте, как у кого дела, спрашивайте, у кого какие новости, кто что нового интересного сделал. Это немножко поможет разрядить обстановку. Еще очень интересно думать о том, как мы с вами сегодня используем возможности, которые у нас есть, потому что, с одной стороны, техника абсолютно нам помогает с тем, чтобы мы коммуницировали, мы общались, мы доносили сообщения, доносили информацию. С другой стороны, важно понимать, что мы, помимо обычного общения, можем здесь еще и как-то сотрудничать, взаимодействовать и коллаборировать. То есть не просто пересылать друг другу сообщения, но и друг другу как-то помогать, возможно, визуализировать общение. Например, при общении с клиентами очень спасают презентации или какие-то иллюстрации, картинки, чтобы коммуникация проходила более эффективно. Знаю, что сейчас многие фотографы стали делать фотосессии через FaceTime. Это такой популярный тренд, который пришел к нам с запада. И это тоже здорово, потому что люди находят новые способы применения обычным приложением, обычным платформам, сервисам, которые мы используем. Вот старайтесь думать о том, как вы можете кооперировать или взаимодействовать друг с другом через те технологии, которые у нас есть, помимо стандартных методов. Мне кажется, это также здорово будет развивать вашу фантазию, ваше творческое мышление. Кстати, хотела рассказать про интересную инициативу, которая у нас в Эстонии происходила начиная с середины марта. Так как все внезапно перешли на дистанционное обучение, у некоторых детей дома не оказалось компьютеров. И в государстве прошла такая кампания, когда все желающие могли поделиться своим гаджетом, который им не нужен, или компьютером, или, может быть, старым каким-то планшетом, дать его детям, чтобы образование стало еще доступнее. И сейчас, на момент съемки этого видео, я знаю, что нашлось 1200 таких приборов. Они все были отправлены всеми, которые отправили заявку на получение компьютера. И это очень здорово, потому что теперь образование становится все более и более безграничным. И, может быть, если вам нравится эта инициатива, попробуйте повторить что-то такое в своем городе, если вы видите, что действительно есть нехватка техники у тех, кто в ней нуждается. Я уже немного рассказала про взаимопомощь, говоря про учителей, но здесь хочу еще поделиться наблюдением, которое я вижу в некоторых компаниях моих друзей и в отношении YouTube ко мне, потому что у меня есть менеджер из YouTube, с которым я работаю. То есть я в какой-то мере чувствую себя сотрудником YouTube, потому что я все равно произвожу контент, который каким-то образом может быть полезным, или развлекающим, или познавательным, или расслабляющим для вас, для своей аудитории. И в какой-то мере я тоже чувствую, что я вношу вклад в вашу повседневную жизнь, делясь своими мыслями. Я не знаю, может быть, это не так. Напишите. Первая вещь, которая произошла, когда наступила пандемия, и когда мы все оказались в самоизоляции, это то, что YouTube со мной связался, и мой менеджер со мной связался, и она организовала со мной звонок, и она спросила, чем YouTube может мне помочь, и чем команда YouTube может мне помочь, чтобы как-то облегчить мне жизнь, может быть, какие-то функции на YouTube могут мне помочь в моей работе как создателя контента. И это очень здорово, и я очень надеюсь, что не только YouTube, но и другие компании также заботятся о своих сотрудниках и спрашивают у них, чем можно помочь, и что сотрудники тоже разговаривают со своими менеджерами, и тоже уточняют, могут ли они чем-то помочь компании сейчас в такие непростые времена. В конечном счете у нас отняли привычную жизнь, и это нормально, что мы проходим через такие сложные моменты, и нам нужна помощь, и признаться в этом это тоже нормально. Я убеждена, что сейчас будет все больше и больше потребностей в психологах, в психотерапевтах. И еще один из ресурсов, который мне очень сейчас помогает, это отношение с самой собой. Я стараюсь сейчас меньше на себя давить, я стараюсь просто относиться к себе с любовью, по-человечески, с пониманием, с уважением моих желаний и моих потребностей. Понятное дело, что нужно все равно держать себя в строю, и не сдаваться, и совсем уже не размяхнуть, как ленивый тюленчик. Но на этот случай как раз я подготовила вам список таких идей, которые могут вам помочь держать себя в хорошей форме. Во-первых, регулярно проветривайте помещение, потому что это вас будет бодрить, и если у вас совсем нет возможности выходить куда-то погулять, то так вы хотя бы сможете впустить в дом свежий воздух, и старайтесь делать сквозняк хотя бы один раз в день, чтобы вся квартира абсолютно очистилась от какого-то напряженного воздуха. Дальше. Сделайте себе меню на неделю. Если вы живете один, например, или вас двое, вам просто немножко уже наскучила вся эта бытовуха, то чтобы разрядить ее, вы можете делать себе меню на неделю, и, может быть, даже использовать готовку, как тоже один из ритуалов, успокаивающих и снижающих уровень стресса. Дальше. Рабочее место. Как у вас рабочее место? Я недавно просила вас прислать мне фотографии с вашими столами. Очень было интересно смотреть, у кого все как устроено. Я думаю, что в основном все сделали уборку перед тем, как сфотографировать свои столы. Но я также надеюсь, что у вас в целом всегда все дома в порядке и в чистоте, потому что чистота не позволяет вам отвлекаться на какие-то посторонние действия. И еще хотела сказать, что если у вас есть возможность работать стоя, пользуйтесь этой возможностью. Это то, почему я очень скучаю в офисе, потому что у нас в офисе были столы, которые могли подниматься. Это обычные такие столы из Икеи. Я нашла изображение с столами, где люди в домашних условиях сделали просто такие стоячие рабочие места. Например, либо вы можете поставить себе такую своеобразную табуретку на ваш привычный стол, либо вы можете поставить ваш компьютер на полку и работать стоя возле, например, шкафа, либо сделать такой подвесной стол, тоже в виде своеобразной полки, на которую можно поставить свой ноутбук или компьютер. Я регулярно стараюсь вставать из-за стола, потому что иначе тело очень сильно устает. Это тоже пункт, про который немало людей написали, потому что мы все время теперь вынуждены работать сидя и глядя в монитор. И, конечно, стреляет и зрение, и тело. Поэтому регулярные такие перерывы и какая-то йога очень сильно выручают. Кстати, многие из вас рассказывали, как они проводят время в перерыве, и как вариант это запустить стиральную машину или пропылесосить за 15 минут, тоже классная зарядка. Пишите мне в комментариях, как еще вы подбадриваете себя, чтобы в течение рабочего дня ваше тело не уставало от постоянного сидения. Еще я заметила такую проблему, что у меня дома есть соседи, которые либо громко разговаривают посредине дня иногда, либо очень какую-то странную еду готовят, от которой идет запах ко мне в квартиру, либо через вентиляцию, там, наверное, что-то не так с вентиляцией, либо даже через балкон или через окна. Вот это меня очень сильно тревожит, но больше всего меня расстраивает то, что многие соседи курят у себя в квартирах, и этот запах каким-то образом приходит ко мне в квартиру. Мне очень от этого тяжело, поэтому, ребята, если у вас кто-то курит в семье, или, может быть, вы сами, пожалуйста, не курите дома, я просто прошу это от лица всех людей, кто действительно страдает от этого запаха, потому что у меня сразу начинается аллергическая реакция, и это очень тяжело, поэтому я сама стараюсь быть максимально добропорядочным соседом и призываю вас всех тоже не создавать лишний шум, лишние запахи и просто уважать друг друга. Многие писали, что вас выручает принцип помодора, многих выручает одеться и сделать макияж с утра. Одна девушка даже написала, что она утром надевает кроссовки на шнурках, чтобы не было желания прилечь. Почему бы нет, если это работает? Когда я задала вопрос о том, что вас поддерживает и подбадривает, и есть ли какие-то сложности, кто-то мне написал, что сложности нет, все решаемо. И в принципе это правда, в этом есть доля правды, потому что рано или поздно все негативное пройдет, наступят светлые времена, будет свет в конце тоннеля, и только мы сами можем создавать себе хорошее настроение. Поэтому в принципе, да, я думаю, что на самом-то деле все, конечно, решаем, просто неизвестность нас немножко так подкашивает. Одна девушка написала, что ее спасает осознание, что мне повезло, и моя компания сохранила нам работу. И вот этот принцип благодарности сейчас как-то никогда актуален, потому что мы действительно должны быть благодарны за то, что у нас есть дом, у нас есть работа, есть еда, есть близкие, есть семья. И, конечно, не все сейчас в такой же ситуации, у всех ситуация разная, но при этом я думаю, что хоть что-нибудь в каждой ситуации позитивное все-таки найти, наверное, можно. Звоню в скайп подруги, и мы молча работаем, помогает сосредоточиться. Я абсолютно придерживаюсь того же мнения, что работать вместе, это здорово. У меня есть целое видео онлайн-коворкинг полуторачасовой, где вы можете работать вместе со мной, если хотите. Я там почти молча тоже работаю. И вот такие вот совместные рабочие процессы, они тоже так помогают. Важно контролировать так же, как мы сейчас ведем себя с социальными сетями, и не слишком в них утопать, потому что, как ни крути, это дело очень затягивает, и я по себе знаю, если я не трогаю вообще телефон, то я гораздо спокойнее себя чувствую, у меня уменьшается тревожность, и у меня пропадает вот это ощущение, что нужно куда-то бежать. Мне кажется, уже в принципе все в целом так или иначе успокоились, уже все прошли все онлайн-марафоны, которые нужно было, все онлайн-курсы, подписались, отписались 10 тысяч раз, поэтому я думаю, что сейчас уже у всех такая стадия принятия, и просто все разошлись по своим норкам, и просто продолжают жить так, как они могут. Но в общем, в целом, ребята, я надеюсь, что вы все-таки держитесь, что все хорошо. Расскажите, что сейчас для вас самое сложное во всем вашем бытовом устройстве, что вас радует при всем при этом, и что вам помогает держаться на плаву и оставаться бодрыми. Предлагаю поддержать друг друга, предлагаю почитать комментарии к этому видео, потому что я думаю, что мы можем многому друг у друга научиться. Хочу быть максимально полезны для вас и вас поддерживать по возможности. Так что будем с вами на связи, я в инстаграме тоже на связи, и не прощаюсь с вами.